Йоу-йоу, друзья, в эфире Кросспол ТВ, ваш любимый продажный блогер Евгений Маталыга, и сегодня у нас обзор сноубордических креплений с элементом философии. Мне пришлось перед обзором, после прочтения кучи комментариев, вспомнить старый советский анекдот. Сибирь, лесозаготовки, и приезжает как-то на делянку к мужикам современная японская лесопилка. Ого, сказали мужики, положили в нее огромный сибирский кедр. Вжик, сказала лесопилка, и кедр мгновенно превратился в идеально распиленные доски. Ого, сказали мужики, и положили туда огромную лиственницу. Вжик, сказала лесопилка, и снова лиственница превратилась в идеально напиленные досочки. Угу, сказали мужики, и положили туда обычный железный лом, сказала лесопилка. И сломалось. Ага, сказали мужики и пошли пилить лес обычными двуручными пилами. И вот этот советский анекдот очень напоминает огромное количество комментариев в русском сегменте Ютьюба про современные сноубордические крепления с быстрой системой встегивания. Сейчас пойдет заставка, вы пока что подписываетесь, ставьте лайки, колокольчики, поехали! Итак, преамбула. Я очень люблю современные крепления с быстрой системой встегивания. Люблю с тех пор, как они стали нормальными. Почему-то люди пытаются приплести, привить быстровстегивающимся крепом недостатки обычных. А стандартные истории, в них же забивается снег и его нужно там как-то вычищать. Да, но в обычные крепы тоже забивается снег и нужно взять руку и убрать его из креплений. Вот во все вот эти элементы сложные, там инженерные, снег-то особо не забивается. По крайней мере, у меня такое было очень редко. Так же, как прослойка снега в обычных креплениях, когда оно налипло и ты там где-то вне трассы встегнулся, притрамбовал это, оно чуть-чуть мешает, но ты как-то едешь. Короче, есть общие проблемы у обычных креплений и у быстрых. И нужно понимать, что они общие. Не нужно их выделять вот в случае с быстровстегивающимися крепами. Ну реально, основной вот косяк быстрых систем, ты задалбываешься ждать людей с обычными крепами. Это реально проблема. И вот, и тут, короче, самое свежее решение. Появляется крепление Nidecker Supermatic. Nidecker это старый бренд, это вторая по объемам продаж корпорация после Бёртона в мире, которым принадлежит Jones, Flow, Yes, Now. Ну, короче, ну, кроме там самого Nidecker и Flow с их технологиями и креплениями, на мой взгляд, не очень удачными. Они купили, что-то из них взяли хорошее, а может быть не очень, например, вот это. И вот они долго разрабатывали это крепление, быстро встегивающееся крепление, которое очень многим понравилось. Мне эти крепления с одной стороны понравились, с другой стороны нет. Сразу скажу, что я в итоге остался на Бёртонах по ряду причин. Сегодня объясню почему. Но сначала детальный обзор. Я долго на них катался, месяца два, выбирал разные дни и по трассе, и вне трассы, ждал глубокого снега, чтобы сделать такой спокойный, вдумчивый обзор, которых вы, скорее всего, не увидите, потому что большая часть обзоров, ну, типа там, денек покатался, какое-то мнение составил, обзор выложил, ну, как бы, и всё. Первое, мои впечатления от этих креплений, я выбрал не тот размер. Я смотрел, я всегда заказываю М-ку, у меня 42 размер ботинка. Я заказал крепления, они идеально встали по ширине, но вот этот стреп казался мне очень коротким. Я начал гуглить, воспользовался уникальным умением читать и прочитал на коробке, что на 42 размер ботинка нужно брать крепление размера L, и у недекеров похоже так со всеми креплениями, и вот не повторяйте мою ошибку, задумайтесь. И что я сделал? Я достал крепление, что такое, ого, тяжелое. Слушайте, они реально тяжелые, ну, прям вот серьезно. Такое ощущение, что раза в полтора тяжелее степонов. Ну да, они тяжелее, ну, как бы чуть-чуть тяжелее вот этих. И когда креплений два на доске, и ты несешь доску, вот я ощущаю, что это достаточно тяжелая конструкция, тяжелее, чем мои привычные бертон степон. Дальше я начал настраивать, как рекомендует производитель, начал настраивать крепление. Сначала вы должны встегнуть туда ботинок и отрегулировать все три, кстати, стрэпа. Здесь есть фиксатор, вот он, который намертво фиксирует стрэп. Это нужно для того, чтобы когда вы его настроили, вы зафиксировали, чик, и все, он у вас никуда не денется. Но если вы выстегиваетесь в глубоком снегу, обычным способом нужно не забывать, что этот фиксатор здесь есть. Вот, посмотрите, я застегиваю, и тут я столкнулся с первой проблемой. Во-первых, мне показалось вообще, что крепление чуть-чуть широковато для моего ботинка, потому что тут, наверное, сантиметр есть сбоку. На мой взгляд, это недостаток. Ну, я привык, что крепление и ботинок должны прям точно совпадать. По крайней мере, когда я катался на обычных крепах, я всегда так и смотрел. Если крепление слишком широкое, значит, нога там будет ходить туда-сюда, и крепление не очень подходящее. Вот он ходит внутри ботинка, внутри крепа, то есть. Оказалось, что здесь это сделано сознательно, чтобы легче было вставлять туда ногу, чтобы она легче туда залетала. С одной стороны, это хорошее решение, с другой стороны, ботинок не так плотно сидит, как надо бы. Я все настроил, так вот сделал. Вот это все он отрегулировал. И тут я обратил внимание, что мне хотелось бы чуть-чуть изменить угол наклона стрэпа. Сейчас я покажу вам. Вот видите, вот я бы вот этот передний стрэп чуть-чуть бы вот туда вниз сдвинул, чтобы вот это здесь не торчало. То есть я бы его вот так вот сдвинул, видите? Но оказалось, что из-за вот этого третьего стрэпа, который взят от Flow, насколько я понимаю, вот от этого третьего стрэпа происходит блокировка вообще всего верха, и крепление не двигается. То есть смотрите, я сейчас его ослаблю, ослаблю, и вот оно вернется в привычное ему положение. Видите? А мне бы хотелось вот так. Я такой, да блин, что-то не то. На мой взгляд, это существенно ограничивает диапазон ботинок, которые подходят к переднему стрэпу по длине и по высоте, и по объему. На самом деле, на практике я не чувствовал какого-то неудобства, но я бы действительно сделал так на месте инженеров, не декер, чтобы вот этот угол можно было регулировать. Я думаю, ну, наверное, он регулируется. Вот, видите? Сейчас я достану. Крепло. Как же так, думаю? Не могли же они сделать нерегулируемым? Могли. Просто вот стандартный, вот этот выпирающий такой чопик, или как его правильно назвать, заходит в паз. Паз один, не два вперед-назад, а один. Тоже очень странно, на мой взгляд, это явная конструктивная недоработка. Что еще раз скажу, ограничивает количество ботинок, которые подойдут к этим креплениям. То есть, я бы в данном случае не рекомендовал покупать через интернет, ну, хотя почему не рекомендовал? Заказали в том же Канте, померили дом, не подошло, вернули. Это нормальная история. Ну, в магазине это произойдет просто быстрее. И теперь мы обращаемся к опыту немецких креплений Клю. Где-то у меня тут упал этот стреп. Вот он. Мне очень непонятно, почему не Деккер не использовал их опыт, потому что у немцев из Клю это совершенно гениально реализовано. Вот смотрите. Передний стреп. Он зафиксирован. Но его можно отрегулировать и также намертво зафиксировать. Я сейчас покажу, как. Во-первых, видите, здесь два паза. Можно чуть двигать. Так и вот так. Это круто. У Недекера один. И дальше. Смотрите, какое простое решение. Здесь непростой стреп. Это, кстати, проблема, что стреп непростой, потому что если он сломался или потеряли, то его практически нигде не достать, только заказывать. И здесь сделано такое колечко с направляющей. Здесь зубчики. И вот у нас стреп. И в него вставляется вот таким вот образом направляющая. Вот вы сюда вставили под таким углом. Оно фиксируется при помощи зубчиков. Шестеренка такая, как в часах. Раз, раз, раз. И вы отрегулировали под ваш ботинок, под длину вашего ботинка, под объем носка, так, как вам это нужно. И это сделано здесь на двух стрепах, с двух сторон. Почему не декер не сделал так же, для меня загадка. Понятно, что они хотели сделать жесткой вот эту часть, как укрепление флоу. Возможно, там инженеры еще из этой старой, из той компании. И они объединили передний стреп со средним, лишив подвижности передний стреп. Это минус, в первую очередь, не для нас с вами, а для компании не декер. Потому что мы с вами что? Мы пришли с ботинком, померили. Если все классно встало, мы покупаем. Если не встало, мы не покупаем. И вот случаев, когда нормально не встало, достаточно много будет. Ну, тупо статистически. Вот у меня, наверное, типа на 4 из 5. Хорошо, но не идеально. То же самое касается ширины. Вот у меня ботинок, скорее, наверное, узкий, вот этот, чем широкий. Вот если, например, взять ботинок DC, вообще не надо покупать ботинки DC. Возможно, они стали лучше, но у меня, которые были отвратительные, но у них была очень широкая пятка. И мне кажется, они в это крепло вот в 42 размере встали бы идеально. Мои делюксы встают хорошо, но есть... Вот сейчас вы увидите. Поставлю в крепло. Здесь у меня есть, наверное, миллиметров в 7. Здесь вот в пятке. Меньше сантиметра, но есть люфт. И при катании, даже в застегнутом состоянии, когда большая нагрузка, все равно вот это движение чувствуется. Этот люфт намного больше, чем тот, про который рассказывают про Бертон Степон. Такого люфта нет в креплениях клю, но у них другая проблема. У них мягковатые стрепы. Вот. Видите, как... Ну, много здесь. Много, на мой взгляд. То есть я бы, наверное, все-таки, если была возможность регулировать угол вот этого стрепа, я бы взял впритык крепления М, выдвинул бы до упора газ-педаль и затем отрегулировал бы угол стрепа. Так. Ну ладно. Это вот все мои теоретические вот эти истории. Теперь пора переходить к тому, из-за чего покупают эти крепления. Видите, как оно застегивается и выстегивается. Мы сначала регулируем ботинок, подгоняем все. Один раз мы это делаем. Зажимаем крепление. Вот вы видите, здесь есть рычаг. В отличие от крепления Бертон Степон, у которых рычаг, вот он, поднимается вверх, его нужно, чтобы выстегнуть крепление, его нужно поднять вверх. И он остается в поднятом состоянии. Видите? Остался. То есть, это означает, что вы сделали одно движение, убрали руку и дальше достаете ногу из крепления. Здесь, чтобы выстегнуть, вы должны не просто нажать. Видите? Вы нажали, а он уходит обратно, пружина. Причем странно, он иногда уходит, иногда не уходит. Нормальное его положение, что вы нажали и держите, и затем вам нужно или рукой слегка, прям очень слегка отодвинуть хайбэк назад, или сделать движение ногой. И потом вы достаете ботинок из крепления. Ну, скажем так, это менее удобно по выстегиванию, чем Бертон Степо, потому что там просто нажал и все. А здесь нужно какой-то момент все-таки держать вот этот рычаг, пусть секунду, но не вот так и дальше достал ногу, а совмещать движение руки, накло и пятку. Короткое. По сути, движение три. Наклонился, нажал и поднял пятку. Чтобы встегнуться, вы просто вставляете ногу, ботинок просто залетает. Офигенно. То есть вставляется крепление, ботинок в крепление просто идеально. Вот эта история, когда вы из кресельного подъемника с одной ногой выехали, вторую ногу встегнули и дальше поехали, она реализована круче и удобнее, чем вообще у всех. Брали снег. В глубоком снегу, когда ты стоишь спиной к склону и склон достаточно крутой, вот эта история немножко мешает, потому что в склон она упирается. Еще один важный момент встегивания в Нидекер Суперматик в глубоком снегу. Вот снег зарылось. Видите, нужно снег убрать, ну как из обычного крепления и вот еще отсюда куда встанет пятка. Вот это менее удобно, чем в обычных крепах и менее удобно, чем в степонах. Скорелось менее удобно опять же, чем в степонах. Ну вот я встегнулся в одно крепло. Подтянул, кстати, чуть-чуть и расстегнулось. Теперь второе крепление. Точно так же я из него убираю снег. И вот проблема как раз, чтобы не было здесь снега вот под этой пяткой, под этим стременьем. Ну мне не очень это нравится по сравнению с степонами, но опять же вы видите, все довольно-таки быстро. Если в глубоком снегу вы встряли, вот у Бертон степон с этим проблема, когда вы там вниз головой куда-то висите там доска в кустах, это сложнее делать. Здесь легче, потому что вы можете просто обычным образом расстегнуться и выстегнуть крепление. Про само удобство при катании. Офигенные крепы. Мне кажется, для такого рекреэйшенал сноубординга просто кататься по курорту, по трассам, иногда по пухлячку, это очень прикольно. это очень удобно на кресельных подъемниках, прям офигенно, то есть ты с креселки выезжаешь, встегнулся и сразу поехал. Люди часто не понимают, что происходит. И при катании вне трасс, когда какие-то там сложные участки, ты где-то там вылезаешь, откуда-то дергаешь там ногой как-то вот у меня из-за вот этой разницы по ширине нога иногда наезжает, опять же, это точно так же, как с обычными креплениями. Бывает, что ботинок и крепления не очень подходят друг к другу, и у тебя вот этот край ботинка, вот этот, он иногда наезжает вот на вот это ограждение крепления на часть базы. Вот это ровно тоже ощущение, оно мне не очень нравится, и вот у меня оно редко-редко, но бывает, когда катаешься вне трасс, на трассах у меня такого не было, хотя я по трассам вообще не люблю кататься на сноуборде, мне на лыжах это больше нравится. Если сравнивать все вот эти крепления, что я бы сказал, максимальная совместимость и возможность подстройки под ваши ботинки, она, наверное, у креплений Клю, они сейчас, наверное, не продаются на российском рынке, минимальная совместимость у Бертон Степон, ну там типа повезло, ботинок подошел, все хорошо, на новой модели Степонов они еще уши под углом начали регулировать, чтобы уменьшить люфт, это прикольно, здесь средняя, скажем так, возможность подстройки креплений, дальше, самое удобное встегивание, это однозначно не Декер Суперматик, прям вот суперудобное, второе по удобству, наверное, Бертон Степон, третье Клю, вот с этим их копытом и хайбэком, удобство выстегивания, наверное, на первом месте Бертон Степон, на втором Суперматик, на третьем Клю, вот с этой их вот скобой, по удобству катания, мне однозначно больше всего нравится Бертон Степон, благодаря креплению в трех точках, близко к поверхности доски, есть возможность затянуть низ ботинка, ослабить верх для катания в глубоком снегу, это мои личные предпочтения исключительно, вот они мне нравятся, у Клю мягковаты стрепы, но в целом они мне очень понравились и поскольку я их смог идеально настроить под свой ботинок, они мне тоже прекрасно подошли, здесь конкретно для моих ботинок, я уже говорил, где-то на 4 из 5, они чуть-чуть широковаты, крепление, вот где оно прям ходит, туда-сюда, и вот мне не нравится конечно невозможность настроить угол переднего стрепа, я надеюсь, что не декер как-то над этим поработает, и какую-то следующую версию мы увидим уже допиленную, вот, по удобству выстегивания, встегивания, катания я сказал, цена, это дорогие крепые, они все дорогие, если у вас есть бабки, то особой разницы наверное, наверное, нет, но самое главное, что если у вас есть ваши любимые ботинки, которые вам подходят, они понятны, и вы хотите увеличить комфорт в катании, то конечно вот эти быстро встегивающиеся крепы, это классная штука, но я бы еще раз сказал, что зайдите в магазин со своим ботинком, попробуйте это все померить, если оно не встанет, не сметчится, как говорится, то ищите либо другие крепы, либо обычные, что еще я бы сказал, да, это вес, вес заметный, при катании не чувствуется, если вы много шаритесь с доской в руке, то наверное, вы это ощутите, когда вы откуда-то вылезаете, куда-то идете пешком тропите, и с доской это чувствуется. Так, дальше, что хотелось бы сказать, ну, если хотите купить, у нас есть промокод в Канте, так, что еще я вам должен продать, я же продажный блогер, наш мерч, наш прекрасный тур-клуб «Ленивая жопа» с девизом «Медленно ходим, вкусно кушаем», переходите по ссылочке в описании, там есть промокод на скидочку, и разделяйте наш подход к Аутдору, чтобы с удовольствием и на спокойном. А если у вас уже есть крепления не Деккер Суперматик, то напишите, пожалуйста, отзывы про них. Если у вас их нет, лучше просто помолчите и почитайте, не будьте, как вот эти все диванные аналитики, которые уже опозорились с креплениями Бертон Степон. Про это я уже говорил. Так, ну что, ребят, я надеюсь, я вам чем-то помог, и в конце хочется сказать, самое главное, не в интернетах сидеть, а на канатке, поднимаясь на какую-то красивую гору, чтобы покататься, вот чего нам всем побольше и желаю делать. Увидимся в горах и на Краспол ТВ. и на Краспол ТВ. И на Краспол ТВ. Продолжение следует...